Завершился четвертый международный конкурс классического и народного искусства «Солнечный павлин». В течение двух дней во Дворце культуры России определяли лучшие творческие коллективы и лучших исполнителей в вокальном и инструментальном искусстве. Второй день конкурса получился очень насыщенным. Предстояло определить и лучших в номинациях инструментальное искусство, народные инструменты и вокалистов, как в академическом вокале, так и в народных песнях. С каждым годом участников становится все больше, растет не только их уровень, но и конкуренция. Район присоединился, но также города, которые здесь рядом, это Пущино, Притвино, Московская область, Калужская область, Тульская область. Из Астрахани есть участники, есть участники из наших городов-побратимов, из зарубежных участников. Они участвовали онлайн по видеозаписи, но в этом году были очень интересные инструменты. В конкурсе участвуют выпускники консерватории, музыкальных училищ, то есть достаточно высокий уровень. Одна из тех, кто поразил жюри своими вокальными данными – Мария Михайлова. Она участвовала в конкурсе впервые, приехала из Луховиц, а закончила Ростовскую консерваторию. Поет Мария 7 лет, но профессионально стала заниматься вокальным искусством только в прошлом году. По ее мнению, этот фестиваль должен стать хорошей площадкой для начала карьеры оперной певицы. Ведь я одна тебя люблю, о, вспомни, вспомни, милый мой. Это призвание, да. Ну, так по жизни получилось. Боженька дал талант. На конкурсе выступала с Арией Финеной из оперы Джузеппе Верди «Набука» и с Арией Любашей из оперы, из нашей русской оперы, римского-корского «Царская невеста». Помогала Марии в конкурсе уже опытный концертмейстер Анастасия Борщ. Выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки исполняла композиции на фортепиано. Честно признаться, вот я 20 лет занимаюсь на фортепиано, для меня это сейчас вся жизнь. То есть я другого пока смысла для себя не нашла. Все эмоции, все чувства – это очень большая возможность выразить это игрой на инструменте. Жюри в каждой номинации определяла лауреатов первой, второй и третьей степени. Критерии оценок строгие. Петь только технику, такое встречалось, это никак не трогает душу. Ты не можешь за это зацепиться никак. А кто-то не думает совершенно о технике и просто поет с душой. Ну, это тоже немножко неправильно. То есть должен быть такой определенный комплекс. Были абсолютно, да, вот несколько человек точно были, у которых был абсолютнейший комплекс. Потрясающих, замечательных ребят, которые, мне кажется, и награды свои получат. И я очень надеюсь, что у них будет большое будущее. Спев и сыграв на инструментах, каждый участник смог выразить себя, продемонстрировав умения и таланты. Наградой стали дипломы лауреатов и ценные призы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!